Девушки отдыхают Но вначале хочу вас спросить по поводу ситуации украинских беженцев в Республике Молдова, тем более 1 сентября, начало учебного года. Смогли ли все дети украинских беженцев пойти в школы, в детские сады? Нет ли проблем с этим? И вот какая ваша статистика, сколько украинских детей пошли в школы и в детские сады в Республике Молдову? Честно скажу, по состоянию сегодня у меня нет полной статистики, нет полной информации в этой связи. Все, конечно же, владеют ситуацией по поводу того, сколько всего украинских детей находится на территории Молдовы. От 45 до 50 тысяч, по различным данным, что они все время меняются в ту или в другую сторону. Но что касается школы, пока еще не настало 1 сентября, пока мы не видим ситуацию де-факто, очень сложно судить. Я думаю, что за пару дней это уже будет достаточно ясно. В принципе, в целом, на территории Республики Молдова еще остается 90 тысяч украинских беженцев. В чем нуждаются граждане Украины, которые до сих пор находятся здесь? Ситуация в первые месяцы, недели войны была понятна. Сейчас в чем нуждаются граждане Украины? Ну, ситуация с украинским беженцем, или, как мы говорим, с временно перемещенными лицами, на самом деле не является такой одинаковой для всех. Люди разные уезжали в разных условиях, из разных мест, поэтому потребности у них тоже различаются. Одни убегали из дома под обстрелами и успели схватить только детей и домашних животных, например, и убегали из дома в тапочках. Другие имели возможность сравнительно заблаговременно собрать документы, деньги, ценности, собрать ценные вещи, которые были, и уехать в более-менее спокойном остановке. Поэтому, естественно, что у таких категорий наших сограждан потребности разные. И, соответственно, та информация, которой мы владеем, по поводу наших беженцев, их потребности тоже достаточно различаются. Одни из них, те, которые, повторюсь, убегали из дома в тапочках, ясно, что скоро будут иметь потребность в теплой одежде, зимней одежде, потому что надвигается осень и сезон холодов. Другие могут иметь другие сложности. Те, кто живут в центрах по содержанию беженцев, это одни проблемы. Те, кто самостоятельно арендует жилье или живут у друзей, знакомых, бизнес-партнеров, это совершенно другие потребности. Нет какой-то единой картины. Что мы можем знать точно, это то, что все еще определенное количество людей нуждается в документах всевозможных. Какое-то количество людей нуждается в продуктовых наборах или в еде. И в этой связи я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить и правительство Республики Молдовы, и неправительственные организации, которые помогают этой категории моих сограждан. Третья часть имеет необходимость, например, те, которые решили идти в школу, но не имеют такой возможности собрать полностью ребенка в школу. Подобную помощь требуют, имеют потребность такой помощи. Собственно говоря, где-то так. Жизнь, она слишком многогранна, и мы не можем сказать, что все люди не так нуждаются в одном и том же. Ну вот какие выводы можно сделать, что до сих пор нуждаются в продуктовых пакетах помощи, в одежде, какие-то бытовые средства? То есть кризис беженцев Украины не разрешился? Я бы сказал так. Он немного сгладился. Он немного сгладился. Люди уже не находятся, большинство людей уже не находятся в паническом состоянии. Большинство из них уже ясно понимает, что, где, когда, зачем, имеет какой-то план своих действий. Многие из них для себя приняли решение либо уезжать дальше в страны Европы, или жить какое-то время молодой с тем, чтобы иметь возможность как можно быстрее вернуться домой. Потому что одна из причин, почему такое высокое количество украинцев остается на территории Республики Молдова, состоит в том, что Молдова самая близкая страна к их местам, где они живут, местам, откуда они ехали. И они надеются, что достаточно скоро они смогут вернуться домой к своим домам, жилищам, школам, бизнесам и так далее. Была общая статистика, представленная не только по беженцам, которые прибыли сюда, в Республику Молдова, что часть из них, большая, довольно начинала возвращаться в Киев, например, или в города, которые более-менее сейчас. Если вот есть здесь какая-то тенденция хотя бы примерная, если можете сказать. И вот насколько безопасно сейчас вернуться в зоны, например, больше западной, наверное, скорее Украины? Ну, например, в Киев сейчас уже абсолютно безопасно возвращаться. И большинство киевлян либо уже вернулись, либо не в процессе возвращения. По крайней мере, автомобильные пробки на улицах города опять появились. И это хороший значок с точки зрения количества населения, вернувшегося. Естественно, что зоны, которые приближены к зоне боевых действий, туда еще возвращаться нежелательно. С двух причин. Потому что еще идет война, и еще могут прилетать снаряды или ракеты. И вторая причина. Там достаточно значительно разрушена инфраструктура, и перед началом холодного сезона власти украинские не успевают восстановить, например, теплоснабжение или подачу воды, газа, отопление и так далее. И с этой точки зрения в зону, приближенную к боевым действиям, еще не рекомендуется возвращаться. Более того, правительство Украины готовится к определенной части наших соотечественников, сограждан, отселить из этих зон, прилегающих к боевым действиям. Именно потому, что нет возможности до зимы восстановить жизненно важную инфраструктуру, как то подача тепла, света или газа. В западную часть Украины? В центральную и западную часть. В центральную и западную часть. Перейдем к ходу боевых действий. В основном, это, конечно, граждан Республики Молдова волнует ситуация в Одесском регионе, на линии фронта в Николаеве. Вообще, основной фронт боевых действий сейчас где разворачивается и где самые опасные точки, по мнению украинских властей? Ну, ситуация в общем и целом улучшилась, по сравнению с тем, что имело место быть весной, весной и в начале лета. По состоянию на сегодня на юге Николаевской, Херсонской области, наверное, наши телезрители уже обращали внимание на сообщения в прессе о том, что украинская страна начала движение вперед на определенных участках. К сожалению, по состоянию на сейчас нет информации в деталях, насколько далеко мы продвинулись или насколько успешна была эта операция. Военное командование вооруженной силы Украины отказывается пока комментировать ход военной операции. Известно только, что два дня назад было прорвано в некоторых местах первой линии обороны российской. Но других деталей по состоянию на сейчас нет. Никто не говорит, что это будет очень легко, это все достаточно сложно, бои идут очень упорные. Российская СК пытается контратаковать, пытается отбить потерянные позиции, пытается наступать на других участках фронта, чтобы распылить украинские силы. То есть мы все еще находимся в таком жестком противостоянии. Пока еще нет преобладающего давления с одной стороны. Но я считаю, что ситуация в общем и цене складывается гораздо более благоприятна для Украины, которая после полугода упорных и жестоких боев смогла накопить силы для того, чтобы отойти от сугубо оборонительной Тартики и уже начать выдавливать врага туда, куда он должен уйти в конечном итоге. Либо в землю, либо на небесах. Что сейчас происходит с оккупированными территориями? Вот вы в частности затронули тему Херсона, но есть и другие восточные части Украины. Что там сейчас происходит? Что происходит с гражданами Украины? И вот если можно раскрыть скобки по поводу соотношения тех, кто в принципе смирился, согласился с тем, что сейчас там происходит или попал под влияние российской пропаганды. И теми, кто пытается противостоять, как-то возможно организовать какие-то протесты, если это вообще возможно сейчас там. Те, кто следил за событиями с самого начала, думаю, должны помнить, было огромное количество видео о том, как врага встречали на ныне оккупированных территориях. В том же Херсоне, Мелитополе и других там Каховке и других городах. В том же Энергодаре, где находятся Запорожские. Какие огромнейшие демонстрации уже в условиях оккупации проходили под украинскими флагами и с какими лозыгами. Поэтому по поводу настроений на оккупированных территориях, и никакой нет сомнений, большинство людей, которые там проживают, являются украинскими гражданами, хотят жить в Украине и, соответственно, совершенно не готовы приветствовать оккупационные власти. Другое дело, что за время оккупации, эти два, иногда три месяца, оккупанты тоже не сидели сложа руки. К сожалению, у них нет никаких моральных бригад. История на севере Киевской и Чернинской областей, Бучер, Пень, Ворзель, Бородянка и остальные небольшие города и села о зверствах оккупантов, которых сейчас очень хорошо известно после их отступления оттуда. Вот подобная информация приходит и с юга, и с Донбасса также. Поэтому, к сожалению, украинское население находится под сильнейшим давлением и моральным, и физическим. У нас нет никаких оснований считать, что там не происходят все те преступления, военные преступления, представляющие полотенцов человечества, человечности, которые имели место быть на северах Украины. И это является одной из причин, почему наши войска пытаются как можно быстрее продвинуться вперед, чтобы не дать оккупантам возможности. Ну, собственно говоря, каждый потерянный день – это чья-то жизнь, чья-то здоровье, чьи-то искалеченные судьбы. Оккупационные власти пытаются, на мой взгляд, безуспешно пытаются найти какую-то легитимность, пытаются организовать референдумы на оккупированных территориях для того, чтобы создать телевизионную картинку о якобы единодушном желании освобожденных жителей войти в состав Российской Федерации. Оккупационные власти над этим работают уже достаточно дно, уже как минимум пару месяцев. Но пока это им не очень удается, по нашей информации. Даже нет, даже не назначена дата этих референдумов. Раньше это говорилось и про 1 сентября, про 9 сентября, про 1 октября. Но по состоянию на сегодня мы знаем, что работа ведется, но дата проведения референдумов не определена, именно потому что нет ясности, нет уверенности, что это состоится. Или, если это состоится, то результат будет тот, который необходим оккупантам. И для Украины это очень позитивный знак, потому что мы понимаем, что несмотря на все репрессии, несмотря на все военные преступления, которые творятся на временно контролируемых российскими оккупантами территориях, наши украинцы не сдаются, украинцы ждут своего освобождения. И вот кого действительно они будут встречаться с цветами, так это вооруженные силы Украины. По поводу Бучи, вот наша команда, я была лично в Бучи в начале марта, и в конце марта, в начале апреля, и действительно люди, которые там живут, ни один человек не сказал, что ждал так называемое освобождение, которое российская пропаганда использует для того, чтобы объяснить свои действия. Рассказывали о тех зверствах, которые действительно совершали русские солдаты, российские солдаты на территории Бучи, но не удалось взять Бучу. Знаем, что практически весь мир осудил, что там происходило, и есть множество свидетельств, против которых, наверное, пропаганда не может уже бороться. Бессильно. Есть ли какое-то завершение, хотя бы по какому-то эпизоду, вот прокуратурой Украины? Что там происходило? Есть ли какие-то, может быть, уже выводы сделаны? И как, на ваш взгляд, мировое сообщество может осудить? То есть еще может какие меры предпринять для того, чтобы действительно осудить эти военные преступления? Должен он сказать, что работа по том, чтобы каждый преступник нашел свое наказание, в Украине идет практически с первого дня. Все органы власти, полиция, прокуратура, местные органы власти, органы центральной власти, они имеют указание постоянно фиксировать преступления, которые были произведены или находятся в процессе совершения на оккупированных территориях против граждан, против человечности, военные преступления. Сейчас уже зафиксировано в реестре несколько десятков тысяч таких преступлений. По всем по ним работает прокуратура, работают правоохранительные органы, собирается, всеми доступными каналами собирается информация о свидетельствах и свидетелях этих преступлений, то есть производится юридическая фиксация этих преступлений для того, чтобы, сбор доказательств для того, чтобы иметь возможность выдвинуть обвинение в суде, либо национальном, либо международном. Даже создан специальный сайт, на который любой гражданин из любой точки мира может зайти и сообщить о преступлении жертвой, которого он был, или свидетелем, которой он был, заполнить необходимые формы, достаточно простые, интуитивные, понятные, и таким образом пополнить копилку знаний о преступлениях и людях, их совершивших. И общий принцип украинского правительства Украины, повторюсь, ни один преступник не должен уйти от наказания. По этому поводу мы работаем на нескольких уровнях. На нижнем уровне украинские правоохранительные органы, прокуратура, специальные службы расследуют преступления, совершенные в Украине, выдвигают обвинения, в том числе заочные, заочно, не имея преступника арестованным. Поэтому наше законодательство позволяет выдвинуть заочное обвинение и судить его заочно, а затем преследовать по всему миру, независимо от того, где он находится, чтобы притянуть его к ответственности в соответствии с уже вынесенными судебными решениями. Это один уровень, национальный уровень. Часть фактов и часть кейсов было... Мы работаем с международными институциями. Международный суд в ГААГе. У нас есть совместная группа. Эксперты из нескольких стран. Сразу же после освобождения Киевской, Чернигинской и Сумской областей приехали в Украину и вместе с нашими экспертами работают над юридической фиксацией преступлений и сбором доказательств. И мы очень благодарны нашим партнерам, всем тем, кто в этой процессе участвует, потому что физическое количество преступлений таково, что только украинских сил, чтобы их хотя бы зафиксировать и собрать доказательства, просто не хватает людей. Слишком много. Они исчисляются десятками тысяч. Десятками тысяч. Именно так, да. И поэтому есть международная группа экспертов, в том числе из состава международного суда в ГААГе. Есть французские эксперты, немецкие эксперты, из некоторых других стран, которые совместно с украинскими экспертами работают над сбором этих доказательств, их юридической фиксации, для того, чтобы они могли быть использованы и в национальных, и в международных судах. Ну и, естественно, на большом политическом уровне, на уровне дипломатическом, Украина пытается продвинуть историю по поводу создания специального трибунала по преступлению, совершенной Россией и российским военнослужащим в Украине. Да, это непростая, эта работа очень непростая, но есть определенные позитивные подвижки, и мы все-таки надеемся, что такой трибунал все-таки будет создан. Вот если в целом оценить позицию главных стран Европы, Соединенных Штатов Америки, насколько Украина чувствует вот эту солидарность, эту поддержку? И не играет ли здесь роль, может быть, какой-то энергетический, назовем так, шантаж со стороны России в отношении некоторых больших, крупных стран европейского союза? Что касается военных преступлений, Украина чувствует безусловную поддержку, независимо от того, что творится в экономике или политике. Единственная сложность состоит в том, что международные, скажем так, судебные процессы, это очень небыстрый процесс, они требуют необычайно дотошной подготовки, очень детальной. И проблема состоит в том, что слишком большое количество преступлений требует, соответственно, большого количества времени для подготовки судебного кейса криминального. И, соответственно, это все, а если это все поднимается еще на международный уровень, то там тщательность еще более увеличивается. И, соответственно, это все требует времени, сил, денег и, конечно же, терпения. Вот. Но всего этого у Украины достаточно, мы чувствуем нашу поддержку наших международных партнеров. И повторюсь, я все-таки надеюсь, что военные преступники, не только низовые, но и те, кто отдавал приказы преступные, они предстанут перед судом. Есть такое мнение некоторых военных экспертов, в том числе и из Украины, что организации международного уровня, которые отвечают за международную безопасность, не сработали либо вовремя, либо не сразу сориентировались для того, чтобы, может быть, даже на декларативном уровне осудить, дать оценку и так далее. Сейчас как изменилась ситуация? Вот на ваш взгляд, согласны ли вы с такой точкой зрения, в первую очередь? И вот на ваш взгляд, поменялось ли отношение таких крупных организаций, как ОБСЕ, например, НАТО? То есть, может быть, в начале была какая-то, не знаю, не самая та реакция, которую ожидал Киев. Сейчас что-то изменились в этом? Я бы все международные институции поделил бы на две части. Те, в которых присутствуют Российские Федерации, и те институции, где ее нет. Те, где решения принимаются консенсусом, и те, где для решения нужно, например, простое или не очень простое, но большинство голосов. Естественно, что там, где решения принимаются консенсусом, и членом которых является Российская Федерация, как то ОБСЕ или Совет Безопасности ООН, где Российская Федерация имеет право в это. Естественно, они не сработали так, как должны были сработать, это абсолютно понятно. Они не смогли принять решения, которые бы упредили возможность такой войны, и, соответственно, нет никаких оснований говорить о том, что они работали правильно, успешно, и не требуют никаких реформ. Нет, они, конечно же, требуют своих реформ. Другое дело, что и реформение подобных организаций тоже путь небыстрый. Хотя бы потому, что решения принимаются консенсусом, например, как в ОБСЕ. И, естественно, что Российская Федерация вряд ли будет поддерживать реформы, которые могут привести к тому, что она окажется, или ее представители окажут на носками подсудимых. Естественно, что Российская Федерация будет тормозить всеми возможными и невозможными силами подобные процессы. Но, повторюсь, жизнь показала, что либо эти организации изменятся и будут соответствовать потребностям дня, либо они превратятся в бесполезные международные форумы, которые ни на что реально не влияют. Поэтому я думаю, что поскольку большинство стран, членов этих организаций продолжают считать, что эти организации должны быть успешными на международном уровне, они должны достигать и выполнять функции, ради которых они созданы. Я все-таки думаю, что будет найдена формула и будет найден способ, когда эти организации будут адаптированы для потребностей времени. Республика Молдова как и насколько поддержала на политическом уровне, на декларативном уровне Украину в этой войне? Вначале, возможно, тоже были не слишком, ну, по крайней мере, от официальных лиц понятно, но здесь есть, допустим, оппозиция, другие политики, которые различные мнения и различную трактовку событиям давали. В целом, вот Украина как оценивает позицию Молдовы по отношению к этой войне, к российской агрессии и насколько важна вообще позиция Молдовы по отношению к войне в Украине? Ну, я бы начал с того, что уже и политические лидеры Украины об этом говорили на разных уровнях и министры странных дел. История началась с того, что никто в мире, практически никто в мире не верил, что Украина сможет удержаться и выстоять. Позиции стран наших союзников различались только в том, сколько часов. Одним давали 48 часов, другие 72 часа, третьи давали 3-4 дня. Считаю, что Украина сможет продержаться перед российским наступлением. Поэтому то, что свидетелями, чему мы были в первые дни российской агрессии, позиции Молдовы мало чем отличались от позиций других стран. Но в конечном итоге, после того, как Украина выдержала первый натиск, выдержала первый удар, мир увидел, что Украина это же неспособное государство, граждане которого стоят в очередях военкоматы, чтобы защищать свою страну. Естественно, мнение о наших перспективах серьезно изменилось, и Украина получила на смену просто поддержки, Украина получила огромную поддержку. Одно дело поддерживать человека, чье дело ты считаешь проигранным, а другое дело поддерживать человека, который борется за правое дело и имеет все шансы победить. Господин посол, давайте обсудим главную, наверное, часть молдо-украинских отношений уже во второй части программы. Вернемся через несколько минут, оставайтесь с нами. В эфире программа «В центре внимания», продолжаем дискуссии с послом Украины в Республике Молдова. Господин Шевченко, по поводу молдо-украинских отношений в контексте этой войны вы сказали о поддержке, которая действительно уже безусловная Кишинева, без каких-либо оговорок и осуждения, самое главное, наверное, осуждения военной агрессии России против Украины. По поводу экономической взаимосвязи между теми событиями, которые происходят в Украине и в Молдове, насколько вот с логистической точки зрения, с точки зрения транспортировок пострадали эти экономические связи и какое есть решение для того, чтобы их восстановить? Должен сказать, что любая война это очень плохо для экономики и экономических отношений между странами и вообще для всех отношений международных. Естественно, что Молдова, которая находится в состоянии прифронтового государства, вся волна дегативных последствий не могла обойти стороной. И мы все с вами понимаем, насколько глубоко интегрирована была Молдова, например, в транспортные цепочки, где участвуют порты города Одессы, насколько серьезно Молдова была интегрирована в торговые связи с Украиной и вообще с регионом. Вся логистика Молдовы на восточные рынки шла через территорию Украины. Естественно, удар войны по экономике был очень существенным. Но я сейчас скажу достаточно парадоксальную вещь. Признавая и делая акцент на экономических потерях, которые понесли и Украина, и Молдова от этой войны, я на днях для себя сделаем маленькое открытие. Я посмотрел экономическую статистику внешней торговли Республики Молдова. И оказалось, что за полгода, за шесть месяцев, с января по июнь включительно, торговля двусторонняя между Республикой Молдовы и Украина выросла по сравнению с прошлым годом, который был мирным и очень успешным с акомментической точки зрения. Хочу напомнить нашим зрителям о том, что в прошлом году общий объем торговли между нашими странами превысил 1 миллиард долларов. Это очень много для наших стран. И в этом году за шесть месяцев общий объем торговли уже насчитывал 622 миллиона долларов. то есть у нас есть все шансы, имея войну в Украине, имея разрыв экономических связей, у нас есть все шансы в этом году превысить прошлогодный рекорд в объемах торговли. Честно вам скажу, я не имел возможности еще проанализировать за счет чего у нас увеличилась эта торговля. Я только увидел, что экспорт Украины увеличился в Молдову примерно процентов на 5, а молдавский экспорт увеличился в Украину на 15%. Естественно, очень многие виды товаров Украина перестала производить, особенно на юге, и они стали замещаться аналогичными товарами из ближайшей удобной логистически расположенной страны Молдовы. Те же арбузы или лук, которые являются традиционными для Молдовы, а в Украине у них культур сельскохозяйственных самые удобные, самые традиционные места производства это, например, Хрисонская область и Николаевская, которые в силу военной ситуации сейчас вышли из игры. Вот, поэтому, да, с одной стороны, война это очень плохо для одних производителей и одних транспортников, но пострадали одни, а их заменили другие. Вот, повторюсь, я еще до конца не смог разобраться в хитросплетениях этой статистики, я не исключаю, что здесь играла роль свою тот факт, что Молдова стала одной из очень важных транзитных стран для Украины и через Молдову сейчас следует большая и важная часть критически необходимых для Украины товаров и на экспорт, и как импорт через территорию Молдову на Румынию, на Констанцию, на порты Дуная. Уже понятно, что выигрыш оказалось целые сферы народного хозяйства, например, железнодорожные перевозки в Республике Молдова, предприятие железнодороги Молдова получило второе дыхание, в том числе благодаря украинским заказам и объемы перевозок увеличились. И вот был как раз новый участок построенный недавно и открыли новые дополнительные маршруты, которые были отремонтированы, которые раньше выглядели как экономически невыгодными. Сейчас ситуация изменилась и выгода стала абсолютно очевидной и в рекордные сроки, буквально за полтора-два месяца участок Басарабятское Березино был отремонтирован, восстановлен и запущен в эксплуатацию. И таким образом важный и для Украины экспорт-импорт и важный для республики Молдова товары имеют возможность экспортироваться и импортироваться через, например, порт Измаил, который в Украине является действующим и имеет хорошие возможности по перевалке грузов и в интересах Украины, и в интересах Молдовы. Другое дело, что до последнего времени он с точки зрения железной дороги не был соединен с Молдовой. А через то, что железнодорожный мост через затоку был поврежден еще несколько месяцев назад, естественно, порт Измаил не имел железнодорожного сообщения до последнего времени. Но сейчас ситуация изменилась и все выглядит достаточно оптимистично. Вот, кстати, по поводу вот этого участка Березино-Басарабятска был сдан в эксплуатацию, то есть 1 сентября официально начинает, ну вот, сдан в эксплуатацию на прошлой неделе. Какие именно грузы туда там будут перевозиться? И вот, действительно, какие проблемы экономические, может быть, стратегические решает этот участок? Про него даже высказался и господин Зеленский. То есть, настолько важно. Для этого нужно посмотреть, что у нас, какая у нас вообще была ситуация на Дунае. До недавнего времени для Украины, для товаров из Украины экспорта и импорта был открыт порт Джуджулешть, был открыт порт Рыни, куда был доступ по железной дороге. Порт Измаил тоже был открыт, но туда доступ был только грузовым автомобильным транспортом. После открытия участка Березино-Басарабятска в порт Измаил точно так же открылся доступ по железной дороге, и, соответственно, резко увеличились объемы грузов, которые могут быть туда доставлены и которые могут быть там обработаны и отправлены то ли на экспорт, то ли на импорт. Естественно, поскольку железная дорога на Измаил и на Рыни проходит через территорию Республики Молдовы, то этим могут пользоваться и абсолютно все, без исключения, экономические агенты Республики Молдовы. Это уже будет чисто отношение между экономическими агентами, какие грузы они считают необходимым отправить по железной дороге на Дунай, через какой порт, каким объемом, по какой цене. Это уже вопрос экономических расчетов. Самое главное, с нашей точки зрения, что такая возможность есть, и теперь экономические агенты могут для себя решать, что им выгоднее большегрузными автомобилями, например, зерно вывозить на экспорт, или железнодорожными вагонами. Считайте, где это будет быстрее, где это будет экономически выгоднее, какая дорога займет меньше времени, смотреть на ситуацию на пунктах пропуска, где она тоже бывает разной, в одних большие очереди, в других поменьше. Несловом, чем больше возможностей мы открываем, тем лучше возможности для маневра имеют экономические агенты и Молдовы, и Украины. В любом случае выиграет экономика в целом. А вот пассажирские перевозки по этому участку насколько возможны и насколько безопасны? Они возможны в случае, если найдется достаточное количество пассажиров, желающие доехать в данном направлении. То есть вопрос в этом, в количестве пассажиров? Я не вижу в этом проблем. Другое дело, что из Измаила пассажиру особенно некуда поехать. У нас в Измаиле нет переправы на Румынию. В любом случае пассажиру, чтобы ехать на территорию Румынии, нужно будет возвращаться в Рени, Джорджуле, Галать и все. По крайней мере локальной перевозке, если будет достаточное количество пассажиров, можно как минимум считать, насколько это возможно экономически. Потому что все, опять же, еще упирается в цену билетов. И железная дорога должна быть более конкуренна. Чтобы иметь пассажиропоток, билеты должны быть дешевле, чем проезд автобусом или автомобилем. И, соответственно, количество пассажиров должно быть достаточным, чтобы этот рейс был экономически выгоден. В контексте молодоукраинских отношений, статус страны-кандидатов как для Республики Молдова, так и для Украины Грузия не получила. Но вот внутри страны и некоторые эксперты, возможно, те, кто настроены против европейской интеграции или хотят раскритиковать нынешнюю правящую партию, говорят, что Республика Молдова получила этот статус только благодаря Украине. Понимаю, что вы дипломат, посол, и, скорее всего, не будете критиковать и не должны критиковать внутреннее положение дел ваше мнение. Насколько Республика Молдова получила этот статус благодаря Украине? Я бы сказал так, что благодаря Украине создались условия, когда наши заявки вообще стали рассматриваться. Потому что по состоянию на начало этого года Брюссель и Европейский Союз в целом и страны-члены Европейского Союза не рассматривали ни Украину, ни Молдову странами-кандидатами. Война все изменила. Героическое сопротивление украинских военных и общества в целом этому очень серьезно поспособствовали. И в европейских столицах вообще и в Брюсселе в частности настроения поменялись. Они начали, они поняли, что Европейский Союз должен отреагировать и реагировать срочно. Поэтому были рассмотрены заявки и Украины, и Республики Молдовы, и Грузии. Украина и Молдовы получили позитивные отклики, позитивные решения, Грузия пока не получила. Но я думаю, что в перспективе это ее тоже ожидает. Ее не минет чаша сия. Что касается благодаря Украине или нет, я бы сказал так, Брюссель рассматривал заявки. И Брюссель посчитал необходимым и достаточным и нужным дать статус кандидата и Украине, и Республике Молдовы. Европейские перспективы в дальнейшем получения уже статуса члена Европейского Союза. Как оценивает шансы свои Украина? И вот вы, поскольку посол в нашей Республике, возможно, что это одновременное вступление будет с Республикой Молдовы? Возможно, я не исключаю. Но для этого, для одновременного вступления Украина и Молдовы должны идти примерно на одинаковом уровне. И что касается реформ, и что касается очищения власти, и что касается борьбы с коррупцией, и реализации вообще всех тех заменчаний, которые были высказаны одновременно с предострелением статуса страны-кандидата. И Украина и Молдовы получили список рекомендаций, которые мы должны, что дома мы должны еще сделать, реформировать, улучшить и усилить для того, чтобы трансформировать свой статус страны-кандидата в реальные переговоры по вхождению в Европейский Союз. Естественно, насколько мы будем успешны, мы зависят только от нас, но еще, может быть, немножко от наших врагов. По крайней мере, Украина имеет очень амбитные цели в этой связи. Я знаю, что в украинском парламенте находится уже несколько законопроектов, направленных на реализацию полученных рекомендаций. Это касается и прав человека, и свободы печати, вернее, прессы, и что касается всевозможных стандартов, стандартов качества и так далее, и так далее. На уровне исполнительной власти у нас есть очень амбитная цель в этом году войти в так называемый общий таможенный, общее таможенное пространство стран Европейского Союза. Нам нужно принять еще несколько законопроектов, несколько подзаконных актов, нормативных актов в этой связи. Но есть такое понимание, что есть такое ожидание, по крайней мере, со стороны правительства, что нам это удастся. В общем и целом стратегия Украины состоит в том, что достичь прогресса в нескольких так называемых безвизах. Есть у нас безвиз для граждан, мы хотим достичь безвиза в таможенной сфере, мы хотим достичь безвиза в промышленной сфере, мы хотим достичь безвиза в финансовой сфере. эти формулировки не являются юридически безупречными, но они очень ярко иллюстрируют наши амбициозные цели, которые Украина ставит перед собой на пути в европейской интеграции. И вот, если исходить из таких перечней, то в этом году мы еще имеем надежду и очень сильно работаем над тем, чтобы получить так называемый таможенный безвиз. Если нам это удастся, экспорт, импорт, взаимная торговля Украины и стран Европейского Союза упадут как минимум таможенные барьеры, ускорится торговля, улучшатся условия для взаимного проникновения товаров и услуг и в общем и целом будет еще один важный шаг направления репресс и интеграции. Но ставит ли Украина, украинские власти какой-то срок, например, что вот через 10 лет, например, или через 5 лет Украина станет членом? У нас есть сроки, которые определены президентом и правительством, но это сроки, которые определены для органов власти. Мы их не анонсируем с тем, чтобы не создавать слишком завышенных ожиданий. Мы отдаем предпочтение тому, чтобы иметь внутренние сроки, работать над достижениями и когда мы намеченных рубежей достигнем, уже сможем объявлять о том, что взята очередная высота. Считаете ли вы, что Молдова и Украина на уровне правительств, парламентов, возможно, должны как-то синхронизировать свои действия для того, чтобы предоставить общий план или результаты, достигнутые совместно перед Брюсселем для принятия решения по поводу членств? Я думаю, что как минимум в некоторых сферах нам этого не удастся избежать, хотя бы потому, что стратегически и Украина, и Молдова находятся в одной лодке, гребцы, которые гребут в одном и том же направлении. Хотим мы того или не хотим, но некоторые вещи гораздо легче лоббировать в Брюсселе вместе, а не отдельно. И я думаю, что по мере того, как у нас будет кристаллизироваться, потому что мы находимся только в начале нашего пути. А Украина, к тому же, я еще хочу сказать на поинт, что еще и воюют. Делать реформы в воюющей стране это вдвойне или даже в стране трудно, чем просто делать реформы. Но в любом случае, я думаю, что мы на каком-то этапе обязательно придем к необходимости синхронизации наших усилий, как минимум на некоторых участках, как минимум на некоторых направлениях. Там, где мы будем видеть, что объединив усилия, мы можем гораздо более успешно убедить Брюссель в нашей готовности в той или иной сфере. Я думаю, это будет обязательно сделано. Приднестровский регион не раз упоминался в контексте Молдовы, то есть перспектив Молдовы вступить в Европейский Союз с точки зрения безопасности, региональной безопасности. Приднестровский регион как рассматривается Украиной, как потенциальный очаг и место, возможной угрозы или оттуда не исходит никакой угрозы, потому что, как мы видим, непризнанная администрация очень часто, даже вот, по крайней мере, в кризисе беженцев заняла такую довольно проукраинскую, если можно так сказать, позицию. Никаких таких высказываний резких не исходит оттуда. Как Украина оценивает опасность возможную наизуал? Начиная с 2014 года, ну, Украина является соседом Молдовы и Приднестровского региона Республики Молдовы, естественно, и с самого начала возникновения этой проблемы Украина была участником различных механизмов по ее решению. Так было до 2014 года, когда, пока Украина считала, смотрела на Приднестровский регион Республики Молдова, как на проблему, которую нужно решить мирными дипломатическими методами, в рамках тех механизмов, страной которых была и Украина тоже. В 2014 году, когда Россия оккупировала Крым, начала войну необъявленную на Донбассе, Приднестровский регион, как регион, который находится под контролем страны, которая начала необъявленную войну против Украины, в нашем понимании трансформировался. Он перестал быть исключительно темой Приднестровского регулирования, мы начали на него смотреть и как на потенциальную угрозу национальной безопасности Украины. Соответствующие указания были отданы всем государственным органам, включая Министерство обороны, специальные службы, все институции, которые отвечают за национальную безопасность Украины, и соответственно каждая в части своих полномочий мониторит ситуацию, анализирует, прогнозирует, делает выводы, докладывает периодически высшему руководству Украины о состоянии дел в Приднестровском регионе, есть ли оттуда какие-либо угрозы или нет, и так далее, и так далее, и так далее. Естественно, после начала полномасштабной объявленной войны, после 24 февраля, Украина продолжает рассматривать Приднестровье как угрозу. Единственное, что в силу того, что в Приднестровье находится контингент российских войск, миротворческих, не совсем миротворческих, российских войск, которые подконтрольны российскому командованию. Я напомню нашим зрителям о том, что российские войска Приднестровья были и, по всей видимости, остаются подчинены западному военному округу или его правоприемнику в условиях войны. И, естественно, что Украина начала принимать необходимые меры, чтобы обезопасить себя с этой стороны. Мы какое-то количество военных частей содержатся недалеко от Приднестровья, которые готовы в случае необходимости вступить в игру, если вдруг опасность превратится из потенциальной в реальную с этой стороны мира. И пока ситуация остается именно таковой в нашем понимании по одной простой причине. Да, конечно же, мы понимаем, оцениваем, читаем, анализируем заявления, которые идут из острины Тирасполя и его представителей. Но при всем при этом мы понимаем, что российские войска, российские специальные службы, которые находятся на территории Приднестровья и активно работают. А то, что они активно работают, в Украине нет никаких сомнений. В Украине видны элементы их работы, в том числе против Украины. И эти российские военнослужащие, российские специальные службы, они либо не подчинены Тирасполю, либо подчиняются номинально. Но при всем при этом у них есть своя цепочка командования, которая проходит мимо Тирасполя. И, естественно, в Украине не исключается вариант, когда та или иная команда может пройти мимо Тирасполя, начать выполняться, а Тирасполя об этом узнает, проснувшись рано утром или из выпуска новостей, причем не обязательно преднестровских, из выпуска молдавских или украинских новостей утром. Вот, поэтому с одной стороны суммирую, я скажу, что да, Украина остается и участником усилий по решению преднестровской проблемы как составной части Республики Молдова, нахождение специального статуса для Приднестровья, но с другой стороны мы продолжаем смотреть на это как на проблему национальной безопасности и наши военные специальные службы постоянно мониторят, анализируют ситуацию на предмет нашей готовности быть готовыми отреагировать в случае необходимости. Буквально две минуты в контексте заявлений, которые были сделаны в том числе представителями властей Киева, из Киева, Украины, как оценивается возможная угроза безопасности Республики Молдова? Образно говоря, есть ли такой сценарий, изучается ли он, когда война может перекинуться с территории Украины на территорию Республики Молдова? Вначале об этом говорилось и расценивалось сейчас. Говорится ли об этом, как оценивается ситуация на фронтах? Здесь я скажу свое личное мнение, потому что я не нахожусь ни в генеральном штабе Украины, ни являюсь членом тех советов, где принимаются решения. Чисто военная угроза, внешняя угроза чисто военной сейчас меньше, чем она была, например, весной. Естественно, это потому, что украинские военные хорошо знают свою работу, сумели становить врага между Херсоном и Николаевым, стабилизировать ситуацию, перемолоть значительное количество российских войск и сейчас медленно, но, надеюсь, уверенно, начинают отжимать их обратно. Надеюсь, что это уже бесповоротный процесс будет. Но если мы говорим о угрозах вообще, то эти угрозы бывают не только внешние. я не открою секрета, если скажу, что политические силы в Приднестровском регионе, в некоторых других регионах Республики Молдова есть пророссийские политические силы, которые связаны различными типами отношений с Россией, в том числе личными отношениями. И когда имеешь дело с Российской Федерацией, никогда нельзя исключать, что в какой-то момент там может быть принято решение абсолютно нерациональное с точки зрения логики и здоровых интересов. Но это решение будет лежать в плоскости тех мифов и тех мифологических задач, в рамках которых сейчас действует Кремль. я имею ввиду практически уже объявленной российской пропагандой попытки восстановить под тем или иным соусом бывший и навеки умерший уже Советский Союз. Вот. Ну, они сейчас называют Россией, они это называют исконной русской территорией и прочий бред. Вот. Но оттого, что это бред, это не означает, что его не могут попытаться реализовать. И вот здесь уже нужно быть очень внимательным. Где заканчивается внешняя политика, где заканчиваются иностранные спецслужбы и начинается внутренняя политика, об этом должны судить государственные органы Республики Молдова. Спасибо вам большое, господин посол, за то, что ответили на наши вопросы. Надеюсь, что все будет спокойно и скорее наступит мир в Украине, будут развиваться молодоукраинские отношения, экономические, политические, социальные. Спасибо вам большое, уважаемые телезрители. Спасибо за внимание. Увидимся в эфире Публика ТВ. Всего хорошего.